И еще о ремонте. В Свиярске что ни день, то изменения. Скоро их увидят прихожане церкви Константина и Елены. Реставрация завершается. О том, что было, есть и будет в Божьем храме, расскажут мои коллеги. Храм Константина и Елены один из старейших на острове. За время его существования, а первое упоминание датируется 1565 годом, в истории церкви был и расцвет, и годы забвения. Комплексная реставрация памятников города Болгар и острова Града Свиярска стала крупнейшим совместным проектом государства, бизнеса, религиозных организаций и общественности. Акционерное общество Лукоил профинансировало восстановление церкви Константина и Елены. Елена Константина, там объем работы большой, это каменная церковь. Вот мы в ближайшее время, я думаю, что нам удастся открыть, при участии наших глубоко уважаемых руководителей Лукоила и Ритека, с благодарностью, как говорится, от всех татарстанцев. Мы их встретим и, я думаю, что отпразднуем факт открытый. За два года удалось сделать многое. В первую очередь укрепили фундамент особой смесью, которая не боится морозов, воды и не дает усадки. В храме заменили электропроводку, окна и двери, восстановили полы из мрамора и дерева. Уже сверкают зусальным золотом новая кровля и кресты. Работы еще идут, но специалисты уверены, самое главное уже позади. И ждать, когда обновленная церковь Константина и Елены распахнет двери для прихожан, осталось совсем недолго. Лилия Жданова, Илья Шорин, Вестета Тарстан, Свиярск.